привет всем на канале барсаков меня зовут андрей приехал для того чтобы пройтись по месту где есть бобры и попробовать поставить капканы приехал уже по такому заморозку по-хорошему лед стал отчетливо видно где будет бобер ходит лаза бобра сейчас ставить на местах его переходов на мой взгляд наиболее интересно и поэтому я этим и хочу заняться вот оно место типичное переход бобра то есть смотрите вот он сегодня тут ночью не был конечно но ему ничего не составит труда вот эту вот проломить вот здесь вот этот лед если он захочет и вот он его след лазовый он отсюда вылез он даже там проломит себе и полезет дальше вот один капканчик я брошу здесь сейчас виду поставлю а второй у меня три капкана собой пройду дальше еще посмотрю где у него такого же рода плотины где именно есть переход вот такой вот вот про видно что он тут ходит другого места сейчас нету ему нигде идти и он если пойдет то только здесь а тут я ну да ладно буду приступать сначала сломаю лед веду кафкан поставлю коли коли вы рубли обязательно да кстати сейчас благо тут ходить удобно как всегда мои перчатки без сменные удобные так 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 коле будет один call не вижу второй нету нету не попадается меня глаза ну давайте вот этот возьмем суховатый но это не страшно колы будут нужны для фиксации по большому счету они для того чтобы его там удержать он часы так никуда не денется достаем капканы от одного этих перчатках неудобно возводить не нравится а так они классные тепло в них работать и так усы 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 поправим это не беда и основной предохранитель нету Субтитры сделал DimaTorzok Примеряемся Что там у нас Плохо у нас все Больше надо Ломать Надо сейчас чтобы капкан был Скрыт обязательно Под воду Да там палка какая то Ну ладно Проверяемся еще раз Ох не нравится мне эта палка Ну деться мне нет Здесь поставлю так Вот так стоит капканчик То есть притопленный Оттуда он будет Как раз Выходите Вот здесь вот Переходить Сюда он не будет Никуда не должен Щениться Должен пойти здесь Ну сейчас маленько может быть Воткнуть Краем И будет нормально И будет двигаться дальше Оно это вообще Я что нашел Смотрите Это выход Их Они плавают туда На большую воду Вот он лаз А вон она хатка Я ее Здесь был Летом Я эту хатку не видел В том плане Что на смотрите Какая заросшая Вообще в лазниках Такая прям неприметная Глаза не бросаются И вот Это и хатка Они здесь живут То есть отсюда Уже идут усы Все Пошли Там где я поставил Выше Ну место такое Неплохое Интересное Но Это куда ловчее Согласитесь Смотрите Здесь видно Что Бобр ходит Ходит активно Вода упала И вообще Открылось место Сейчас я тоже Все разбомлю здесь Чтобы Лед ушел Мне не мешал Ставить Вырублю два кола И поставлю Место классное Вообще Смотрите Красота какая на улице Ноябрь Здорово Еще ниже пробегусь У меня же три капкана Так Ну вот Так это выглядит То есть Мне нужно Недооценивать Животное Вот он тут Каждый день ходит Он тут все знает Я вот здесь Вот заткнул Максимально Чтобы Ему не было Ходу Вот это Вот уже Все земля Тут мы Загородочка Вот он Капкан остался По центру Но он конечно Здесь и ходит Но суть в том Что он знает Что что то не так И будет волноваться Будет попытаться Пытаться обойти Вот эту вот преграду Но у него скорее всего Не получится Это сейчас Вмернет за ночь И он Должен пойти Точно по центру А тут Капкан Итак Все капкан Стоит Сейчас Сделаю еще Кое-какие Нужные Процедуры Так Все в порядке Их убираю Основной Предохранитель Все Капкан Осторожно Вот так Это дело Выглядит Сверху То есть Я расшорошил Место Все Вода идет И бобер Должен обязательно Здесь Поплыть Ему это место Интересно Если он сюда плавает Значит там Есть у него Наверное Корм заготовленный Может быть Плавает Туда-то дальше Ходит Сегодня ночью Он не был Здесь был заморозок Хороший Но Сегодня Холодно А завтра Будет в ночь Оттепель Я думаю Что животное Задвигается Ну классно Хатка Я бы Блин Знал Раньше Я не знал Я бы Осенью сюда Пришел А не видно было Буду знать Конечно Место ему Интересное Вот он И влазит Ищет такие места Где Может что-то Корм какой-то Достает Еще сбоку Под воздух Делает себе Хотя ему и так Воздух хватит Лед-то просел От души Настались И вот они Вылазили Там Там Вот там Откуда я пришел И Место мне очень нравится Я думаю У меня здесь все получится Но пройду ниже Пройду Какое место Классное Ну как пройти мимо Вот он Кормовой стол Все укатано Это все Свежак Ходил Что-то подбирал Кормился Но Я пришел сверху Перехода я не вижу То есть он Чему-то Сюда заходит Видать Это другой Бобер С другой Харки С другой семьи Вероятно Ниже Где-то еще есть Но я не пойду Мне этого Достаточно Наверное Я Вот здесь все-таки Брошу Попробую Не замерзла За счет того Что вода бежит Значит Вот здесь Надо попробовать Ставить Лишь бы его Скрыло Сейчас Примерюсь О, смотри Где он Топтал Вот Здорово Наход На у него Пластярой Отсет сил Вот так Безысков Поставил Пускай стоит Топор Спрятал Мешок Спрятал Пойду до машины Капканы Такая работает Ребята Не взял камеру С собой Чтобы вам увеличить Сидят Сетерева Черные Вот такой Хороший Табун Блин Там Я насчитал Четыре И здесь Сидит Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Двенадцать Четыре С пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Это Восемнадцать Штук Вот здесь Сидят Это Которых Я вижу И Вот там Они Сзади Сидят На березнике Вон полетели Слетел О красавцы Но они далеко Не перелетают Ай-яй-яй Ай-да-табун Обалдеть Ноябрь А снегу Вот сколько Не знаю Слои Не знаю Одиннадцать Двенадцать Дальше Перелетели Далеко Даже не пошли То есть Что-то Здесь сели Какие-то Дальше Полетели И нельзя Еще охотиться На лунках Ити Потому что Они сидят Ночуют Конечно На земле В траве Но Не получится Не получится Сейчас Только Если с чучелами Но Холодно И уже Такое время Как вам сказать Я в такое время Не охотился Чучелами Но Тетерева Конечно Много Это радует И в любом случае Будут охоты На тетерев А сейчас Еду дальше Красота Так вот Встретить Такой табун Давно Такого Не встречал Классный Погода Радует Вообще Блин Солнышко Такое Классное Ну Покажу К первому Посмотрим Капкан Капкан Кто-то Закрыл Капкан Палочку Может Такую Снесло Но Так-то Не должно Было Быть Что Палочку Вылаза Тоже Прямо Таких Ближайших Не видно Вот так Первый Закрыт Пока Оставлю Пойду Дальше Второй Который Перспективный Тоже Закрыт Что Пустой Что Ничего Не пойму Зачаги Ну Капкан Закрылся Бобрик Сидит На Небольшой На Ебан Прямо Оттуда Плыло Его Не видно Здесь Получается Сюда И Попался Отлично Отлично Небольшой Ну Капкан Как я всегда Говорю Не убирает Так И достаю Еще один Коп Вот Такого Бобришка Но Совсем Не крупный Ё-моё Вот так Вот он И влетел Даже В него Полностью Получается О какой Закрыл Он его Конечно Вообще Очень сильно В том плане Что Аж в двух местах Сразу Он даже не бился Сразу Чика Прижал Так Ну еще Пройдем Выше Поглядим Уже Отлично Уже Попался Поймал Третья Постановка Пустая Вот так Все выглядит Здесь Подзамерзло И пусто Вот это Буду снимать До него Идти далеко Убирать буду Что-то мне не нравится И место Он тут ходил Конечно Но Не фонтан Не фонтан И вода Я там пробил Она там Начала уходить Не здесь пошла Но он все равно Если полез бы Конечно здесь бы Полез Но Надо Снять Так Будем вынимать Будем Вынимать Неудобно Одно Задавил Пружину Теперь второе А вот и наш Бобрик Не хочет выходить Пока в сторону Вот такой Небольшой Бобришка Попался Некрупный Но Не менее приятно Мне от того Что У меня все-таки Получилось В смысле Я все правильно Сделал Поставил Поймал Отлично Шкурка Какая у него Темная Смотрите Вообще Прям Какой-то Черный Бобрик Влетел Вообще здорово В том плане Что Капкан его Сразу закрыл Я подошел Ничего не видно Ни следов борьбы Ничего Ну бобер Небольшой Это крупный Когда попадается Он его зажимает За голову И он еще Сопротивляется То есть Некоторое время И видно Следы Того Что попался А здесь Вот так Но замечательно Снега нету Сейчас его Боли Шкурку В порядок Приведу Он будет Красивый Красивый Вообще Блин Бобришка Вот он На кормежку Пошел Скорее всего Первый Потому что Хатка Хорошая Он тут Явно не один И Молодой Первый Пошел И попался Вот и все Они меня Скорее всего Здесь слышали Может быть Даже крупный Бобер Поэтому Сразу Не поплыл Но это Всего лишь Мои предположения Я точно Не знаю Конечно О какой Блин Классный Мех У него Обалденный Вообще Зверек Классный Посмотрю Что С него Приготовить Может быть Сделаю В афганском Казане Может быть Автоклаве Затушу В смысле Тушенку Сделаю Но Как бы Мой небольшой Совет Всем Кто стреляет Бобров Кто стреляет Тот знает Добывает Тушенка И афганский Казан Его надо Растушить И будет Очень вкусно Ну вот Закончилась Моя охота Закончилась С неплохим Результатом Бобрик Это Здорово Охотимся Мяса добываем Много И давно Хотели себе Автоклав Хотели Автоклав Именно Большой Большой Чтобы был Литраж Ну и удобный И наконец-то Есть у нас Теперь такой Это вот Этот автоклав Автоклав ВН2 Это Большой Автоклав На 48 литров Есть также Автоклав ВН2 Но на 30 литров Поменьше У ребят Но об этом позже Вот такой Автоклав Автоклав Аккуратненький Из нержавеющей стали Весь Сделанной Сталь АИСИ 304 Нержавеющая Сейчас покажу вам Крышку Крышка Конечно Тут самое Крутое Вот она Байонетное Соединение Крышки То есть Она вот так Вот фиксируется Да Можно Если вы Оставите на хранение Перевернул Всеми датчиками Вниз И все И забыл Поставил в гараже И без проблем Когда Будет Нужно Что-то Приготовить Перевернул Крышку Заложил Все Залил Ладой И пользуешься Два режима работы У этого автоклава То есть На пару И На воде Я думаю На пару Будут пользоваться Практически все Потому что Это быстрее И удобнее Достаю То что есть В автоклаве Это Датчик Температурный Фольжно Аккуратно Вынимаем Вот Фольжно На которое Банки Буду Останавливать Книжка С рецептами Кстати Тоже Удобно Можку Когда будем Готовить Тут еще На фольжно Ключик То есть Ниже Чтобы фольжно Делать Чтобы зарядить Все Весь тот объем Весь тот объем Максимально Использовать Сюда До 20 Килограмм Мяса В этом Автоклаве Можно готовить За раз Ну вот Они специи Идут На оборе Мелочь А приятно Здорово Лишними Я точно Не буду Вот Такой Автоклав Тут Внутри Ничего Мудреного Нет Просто Бак Крышка Крышка Тут Конечно Самое Интересное Такая Вот Резинка Резинку Сейчас Установим И будем Готовить В автоклаве Банки Мы уже Зарядили С тушенкой То есть Неправильно Говорю Зарядили Банки Мясом А тушенку Нам еще Предстоит Приготовить В этом Автоклаве Резинку Сформировали И вот Смотрите Как она Закрывается Здорово Просто Повернул Все Она Зафиксировалась Вообще Отлично Не надо Никаких Гаек Никаких Болтов Никаких Ключей Вот так Все это Дело Здесь Закрывается Че Тут У нас Датчик Температуры Тут Давление Клапан Который Сбросит Излишки И вот Он Основной Клапан Закроется Кстати Он Автоматически По Мере Нагревания Когда Вода Закипит Пар Начнет Выдавливать Воздух Излишки И В один Момент Клапан Просто Закроется И начнет Расти Давление Вообще Все элементарно Просто И автоклав Интересный Закроется Закроется у вас сам по себе тяжелый вот такие вот ручки у него тоже из нержавейки выполнена чтобы не обжечь и соответственно тут же на крышке силиконовые чтобы не обжечь и когда будешь пользоваться автоклавом но сейчас будем заряжать его устанавливаем фальшно аккуратненько потому что резинку поставил банок у нас на данный момент не сильно много поэтому фальшно мы ставим с такими вот креплениями там не скрепление покороче это я говорю если при полной загрузке его использовать вообще сейчас можно нет наверно сначала поставлю несколько баночек я потом долью воды мы будем на пару чайник у нас 17 литра один мы уже вылили выливаем 2 как раз вы свои 8 литра такая трение литра там указано два с половиной 3 литра но вот мы два и 8 заливаем и этого будет достаточно все сейчас установлю вторую половину важна аккуратненько дает кстати четко и баночки загружает тушенку заложили баночку по рецепту тут ничего сложного добавили в некоторые луку побольше в некоторые в собственном соку без лука будут готовиться в общем мясо разнообразная тут и бобрик присутствует у нас косули медвежать она даже есть и сейчас мы приготовим все тут заложили у нас шестоклав крышка удобно ручки в порядке вот так вот она фиксируется одним поворотом без проблем так термодатчик и затянем вообще все элементарно просто и удобно мне он нравится чем что он реально компактная крышку эту перевернул положил в гараже не переживая что кто-то тебе придет и отломит какой-то из датчиков этих или ты его потеряешь того хуже все поставили автоклав температура комнатная пускай греется клапан сработает и тогда уже скинем маленькой температуру будет работать там все принципе указано в документах сколько чего должно готовиться никаких проблем нет то есть книжки разобраться может любой все зашумел прошло минут 20 на датчике 54 градуса на данный момент пока давление соответственно 0 потому что клапан еще не закрылся сейчас клапан закроется либо придет расти давление потом уже сбросим температуру и будем готовить 75 минут указано мы может быть чуть больше минут 80 это клапан закроется подготовим ждем попробовать 100 градусов клапан открылся все время необходимо для готовки прошло температуру не стали дожидаться пока совсем упадет потому что долго это все она стоит остывает сейчас там показывают 69 градусов это сам горячий конечно ничего страшного то есть давление уже давно упала и сейчас открывает легко вообще свободно открывается эта крышка конечно большое дело вот так красота конечно вообще блин цвет обалденный вообще класс все баночки целые закрытые ждут их нету все по времени значит сделали правильно и готовилась все четко не терпится на попробовать все сняли баночка еще теплая но нужно достать вот так вот это дело все выглядит обалденно бобрик получился так сейчас вот так с тарелочкой и сюда войску кружечки смотрите все это конечно застынет сейчас на утро но нам хочется прямо сейчас сразу отведать первый раз готовим в этом автоклаве воин 2 тушенку и нам интересно какой будет вкус вот так вот столько соку запах идет вообще прям сумасшедший сейчас мы обязательно покушаем эту тушенку хлеба не нарезали ну ладно отведаем горячущая правда но такой вот бобрик получился автоклав воин 2 на 48 литров и на 30 литров можно заказать перейдя по ссылке в описании и там будет предоставлена скидка по промокоду бурсуков а еще клад а 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 и а а и а